МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! С вами православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня в нашем выпуске. В Москве прошли 32-е международное рождественское образовательное чтение «Православие и отечественная культура. Потери приобретения минувшего, образ будущего». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собор новомучеников и исповедников российских. В этот день Святая Церковь совершает поминовение всех усопших, пострадавших годину гонений за веру Христову. Поминовение это совершается по определению Священного Синода Русской Православной Церкви от 30 января 1991 года. Жестокий и кровавый 20-й век стал особенно трагическим для России, потерявший миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений были несчастливое количество православных – бирян, монахов, священников, архиереев, единственной виной которых оказалась твердая вера в Бога. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве прошли 32-е международные рождественские образовательные чтения, православие и отечественная культура, потери и приобретения минувшего, образ будущего. В работе чтений приняло участие делегация Якутской епархии. Иеромонах Некаддар Горбатюк, секретарь епархиального управления, рассказал о подготовке к мероприятию. В каждой епархии накануне этих дней, которые сейчас совершаются в Москве, были региональные рождественские чтения с той же тематикой. И якутская епархия также во всех своих благочиниях провела эти рождественские чтения. Вот сегодня мы прибыли во главе с нашим владыкой, архиепископом Якутским и Ленским романом, сюда в Москву. Священнослужители, педагоги, интеллигенция. 18 человек с разных уголков нашей необъятной республики. Это, конечно, и город Якутск представлен, благочиние Ленское, Миргинское, Нерюнгринское. Но в основном это не священнослужители, это преподаватели, потому что это образовательные чтения. Мы и рассчитывали на то, что сюда приедут самые яркие творческие педагоги, которые бы, пообщавшись на многих площадках рождественских чтений в Москве, увезли бы опыт в нашу республику. Поделились бы этим опытом от других педагогов в нашей епархии. И вот Владыка Богословил все эти дни мы расписали. Порой приходится бывать на трех-четырех конференциях в день как педагогам, так и священнослужителям, чтобы как можно больше принять участие на разных площадках. В секции фонда соработничества были представлены проекты, ставшие победителями в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». Многопрофильный проект «Арктический десант Якутской епархии» и реабилитационный центр для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы собрали очень интересную, такую многостороннюю группу участников, которые рассказывали про свои социальные, православные практики, как кто работает с семьей, с родителями, с детьми. И таким образом, конечно, когда мы программу компоновали, мы понимали, что обойти северные регионы, регионы Арктики – это невозможно, потому что действительно и приоритетные для нас направления. И в то же время мы познакомились с очень активными людьми, которые по своими инициативами решают очень многие государственные задачи и проблемы. Таким образом, сегодня Якутская епархия представила нам опыт взаимодействия, помощи семье, помощи женщины в кризисной ситуации. Я знаю, что есть в числе победителей нашего конкурса и победителей других конкурсов. Эти проекты развиваются, как-то меняются, каждый год находят что-то новое. И мне бы хотелось, чтобы сегодня тот опыт, который рассказали нам представители Якутского региона, помог другим настроить свою деятельность. Вот я сейчас уже слышала, что представитель, например, тут республики Морел, говорит, а у нас нет центра приемной семьи. Надо с владыкой обсудить, надо поучиться. Поэтому, мне кажется, сегодняшние наши выступления, они как раз помогут кому-то чего-то научиться, кому-то что-то перегрузиться. Таким образом, мы все вместе делаем большое, хорошее дело. Ольга Андросова, генеральный директор фонда «Дети Саха Азия», выступила с проектом о практике временного приюта для женщин с детьми, находящихся в социально опасном порядке. Этот приют находится в Якутске и на сегодняшний день является единственным в республике, которая оказывает помощь мамам с детьми. Его работу ведет Международный детский фонд «Дети Саха Азия». Мне очень понравилось, что познакомилась с интересными людьми, что наша тема вызвала интерес неподдельный, интерес к нашей республике, но восхищение, что мы в таких сложных условиях, таких сложных климатических, территориальных условиях выполняем какие-то проекты еще. Особое внимание было уделено образованию. Руководитель отдела Якутской епархии поделился впечатлениями. Я, как руководитель отдела религиозного образования и катехизации Якутской епархии, принимаю непосредственное участие в отделе, связанном с духовным образованием. Именно здесь есть возможность обсудить, получить совет на различные вопросы и проблемы, связанные прежде всего с проведениями очень важных международных конкурсов в сфере образования. Прежде всего, это конкурс, который уже стартовал в январе месяце за духовно-нравственный подвиг учителя. Якутская епархия уже не один год принимает активнейшее участие в этом конкурсе. И как раз сегодняшняя задача является привлечь как можно больше учителей, учителей светских, государственных школ, принять участие в этом проекте. Также другим важным вопросом является преподавание основ православной культуры в светских школах, потому что действительно есть многочисленные проблемы, которые так или иначе возникают, в том числе и в нашем регионе, в нашей епархии. Это и проблема и с учебниками, и с педагогами. И как раз вот эти совещания, конференции, мероприятия и помогают узнать, как решить те или иные вопросы. Как можно, как в других соседних епархиях подходят к решениям и реализациям этих проектов. И, конечно же, это самая главная, самая важная особенность рождественских образовательных чтений. На разных площадках обсуждались социальные и благотворительные проекты. Наступивший год объявлен годом семьи. Какие направления и проекты будут популярны, рассказала Татьяна Шестакова. Наиболее востребованные проекты – это объединение семьи, объединение родителей с детьми. Запрос есть на то, чтобы дети и родители научились общаться. Бабушки хотят передавать свой опыт, а дети интересуются тем, что было в Советском Союзе. Второе направление, которое достаточно важно – это духовные ценности, духовно-нравственные ценности внутри семьи. Новости Якутской епархии в сети интернет. Состоялась поездка священника в село Чуропча. Межепархиальный центр подготовки церковных специалистов получил представление на ведение богословских курсов для бонашуствующих. Продолжается подача заявок на конкурс за нравственный подвиг учителя. Подробности на сайте Якутской епархии. правякутия.ру Все новости Якутской епархии в режиме онлайн. С вами был православный календарь и Анжелика Тупицына. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok